Вести Карачаева, Черкесия Президент страны Владимир Путин поздравил жителей Карачаевой, Черкесии и главу региона Рашида Тимрезова с Днем народного единства. В поздравительном адресе Владимира Путина, в частности, говорится. Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, традиций патриотизма, сплоченности и созидания. Мы искренне гордимся великими свершениями наших предков, которые всегда, во все времена, превыше всего ставили интерес Отечества. Преданность Родине, чувство личной ответственности за ее судьбу объединяют нас и сегодня. Уверен, вместе мы ответим на любые вызовы и решим самые сложные масштабные задачи. Желаем вам успехов, здоровья и всего самого доброго, говорится в поздравлении президента страны. Более 12 тысяч новых рабочих мест планируется создать в рамках реализации модели экономического развития Карачаева-Черкесии. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов. В рамках реализации модели до 2030 года планируется увеличение объема налоговых отчислений в бюджетную систему страны до 12 миллиардов рублей. В Черкесии состоялась пресс-конференция заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаевой-Черкесии майора внутренней службы Азамата Кишмахова. Заместитель главного судебного пристава рассказал представителям средств массовой информации о том, с какими результатами управление подошло к своему профессиональному празднику. В течение 9 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями в подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой-Черкесской республике окончено около 134 тысяч исполненных производств различных категорий. Общая сумма направленных взыскателями денежных средств с учетом частично взысканных сумм по неоконченным исполненным производствам составила более 2 миллиардов 37 миллионов рублей, и что на 243 миллиона рублей превышает данные аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев 2022 года окончено и прекращено 1093 исполненных производства во взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, что на 200 исполненных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев прошлого года окончено и прекращено 893 исполненных производства. За текущий период в пользу детей сотрудниками органов принудительного исполнения было направлено около 83 миллионов рублей, что почти на 40 миллионов рублей больше, чем за 9 месяцев предыдущего года. Доля исполненных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 88,8%. По состоянию на начало текущего месяца на исполнении находится 1448 исполненных производств отыскания алиментов. Региональные власти за последние три года направили 75 миллионов рублей на субсидии для свеклопроизводителей. Ожидается, что урожайность сахарной свеклы в Карачаево-Черкесии в этом году вырастет на 10% благодаря проведению агротехнических работ. Хозяйство республики планирует собрать в эту уборочную компанию 200 тысяч тонн корнеплода. Сахарная свекла в этом году была засеяна на площади 4900 гектаров. Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют Зеленым островом. Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджеев. На сегодняшний день это будет площадь более 5 гектаров земли, как бы облагоустроена, облагорожена. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то процента 85 завершено. Остается облагораживание территории и как бы будет уже скоро финал. Материнский капитал. На техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. На поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь прием проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры. Комментирует информацию советник генерального директора «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Сергей Остриков. Компаниями «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределения Черкесск» было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-то документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения, ну или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно. И третий договор, это непосредственно «Газпром Межрегионгаз Черкесск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населению. В следующем году власть республики планирует обеспечить покрытие сухопутной подвижной связью стандарта ЛТЭ на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, ведущих к туристическим и курортным населенным пунктам, а также обеспечить возможность беспроводного широкополосного доступа к интернету по технологии Wi-Fi в 10% государственных образовательных организаций. В настоящее время в рамках проекта «Информационная инфраструктура» доступ к интернету получили 304 социально значимых объекта республики. На госуслугах проходит голосование за бесплатное подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету. Села, поселки и деревни численностью жителей от 100 до 500 человек, которые наберут больше всего голосов, будут подключены к 4G уже в этом году. И вот за какие населенные пункты республики можно проголосовать? Баралки, Дубянский, Нижняя Ермоловка, Новоисправненский, Фроловский, Хоса-Кардонек, Эльбрусский, Евсеевский, Козелтагай, Солнечный, Иршов, Пхия и Абазакт. Голосование продлится до 12 ноября. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Много у нас получается людей выпадает из этого процесса. В основном, как это происходит, написание проектов, как мы знаем. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Приехал в офис, посидел, поработал, никто не мешает, и добраться до дома недалеко. Но если мы рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Медицинские учреждения Карачаево-Черкесии продолжают прививочную кампанию против коронавируса. Наряду с традиционной формой иммунизации, жители республики могут выбрать назальный способ вакцинации через распыление вакцины на слизистые оболочки носа. Об этом рассказал главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гогушев. На примере нашей республики мы адекватно видим, что количество заболевших в том или ином регионе четко прослеживается по количеству вакцинированных в этом же регионе. Приведу примером. У нас есть районы, в которых вакцинация была достигнута 100% населения этих районов, и где количество заболевших равняется нулю. В Карачаевске работает пункт приема гуманитарной помощи для жителей четырех новых российских регионов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Пункт расположен на базе Центра культурного развития имени Кайсина Кулиева. Об этом рассказал начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Очень много неравнодушных жителей откликнулись на открытие приема и начали сюда приносить. Первыми это были представители флоры Кавказа, которые находятся на территории Карачаевского городского округа. Это Уздинов Карбий, директор магазина стройматериалы в городе Карачаевск. И сейчас люди приходят, узнают, интересуются, что можно принести, когда, в каком количестве. Вчера в новом центре «Спутник» в северном районе Черкеска состоялся премьерный показ фильма о Карачаевой Черкесии к столетию на все сто российского журналиста, телерадиоведущего Владимира Шахбаза. В нашем фильме мы хотели показать красоту и силу природы Карачаевой Черкесии, привлекательность региона как для инвестиций туризма, так и для жизни. Рассказать, какие перспективы есть в республике для молодых людей в учебе, работе, карьере, спорте, творчестве. При этом хотели подчеркнуть, что Карачаева Черкесия бережно хранит свои традиции, мультикультурность, уважение к каждому народу, который живет на ее территории. Главные герои, ведущие фильма на все сто – это сами жители Карачаевой Черкесии, которые рассказывают о своей родной земле, ярких моментах ее истории, показывают, как работают ключевые предприятия региона. Красной нитью через весь фильм проходит образ старшего поколения. Это выдающиеся жители республики, которые прожили вместе с Карачаевой Черкесией фактически сто лет. На национальных языках они дают напутствие будущим поколениям. Мы очень благодарны им, что они нашли возможность и приняли участие в съемках фильма. Мы сердечно благодарим руководство республики, а также всех жителей Карачаевой Черкесии, кто участвовал в эпизодах картины и помогал в организации съемочного процесса. Это наша общая работа. С 4 по 6 ноября в Архезе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта Funk & Beats. Участников фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны. Идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером. Атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Обустроенные пляжные зоны появятся у водных объектов разных населенных пунктов Карачаевой Черкесии, в том числе в поселке Нижний Архез, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Благоустройство пляжных зон стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Карачаева Черкесия получит 342 миллиона рублей. Это все новости к этому часу. С ними ознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» Во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованная принцесса, трехразовое питание с сосульками на десерт, ездовой папа и в ямку бух. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!